Эволюция сознания человека Сразу хочу сказать, что рассчитано было сначала на полчаса доклад и сокращало свой материал, а потом сказали 20 минут и сокращало сокращенный. Так что, извините, буду быстро читать, но материал глубинный настолько, что 20 минут тут и всей жизни не хватит это все и осветить, и понять, и поэтому, простите, буду очень быстро читать. В последние годы все больше появляется данных о непостижимых технологиях древних, о невероятных возможностях сознания человека, как никогда актуальной вопроса «кто мы и зачем мы здесь, на Земле?». Но по-прежнему живучие от человека понятия происхождения от обезьяны, и наука держится за старую парадигму, не торопясь ее менять. Однако древняя философия мудрости, представленная впервые открытым миру Еленой Петровной Блаватской в «Тайной доктрине», знала о божественном происхождении человека и о том главном принципе, который единственно отличает человека от животного. Для этого нужно, как утверждает сокровенное учение, обратить пристальное внимание на феномен сознания. К сожалению, современная наука изучает только внешнюю сторону материальных объектов, совершенно не подозревая о том, что внутри каждого объекта скрывается разумный субъект. Этот камень преткновения может быть преодолен только с усвоением сокровенных древних знаний, провозглашенных Еленой Петровной, «Что как человек является собой сложное существо, состоящее из тела разумной души и бессмертного духа, так и каждый объект природы имеет объективную искру, которая является чисто духовной и субъективной». Это ее цитата. «Каждая структура космоса, от атома и до планеты, не исключая и человека, имеет центральную точку – дух, пробуждающийся к жизни сначала на плане сознания, затем на плане материи. Древние посвященные мудрецы знали, постигали и использовали в своей деятельности все три составляющие, как природы, так и человека. В учении храма дано пояснение – дух и материя – это два полиса вселенского сознания, и все, что является промежуточными стадиями между этими полисами, есть поле битвы, где трансмутация плотной материи в драгоценную духовную энергию совершается на протяжении каждого великого временного цикла. Дух проявляет себя через разные степени сознания всего сущего, что отражено наиболее полно в понятии духа-материи. В «Чаше Востока», подготовленной Елена Ивановна Рырих по письмам Адхатм, сказано, что дух назван конечной сублимацией материи, а материя – кристаллизацией духа. Это делает бессмысленными все споры философов, что первично – дух или материя. А живая этика утверждает – дух есть огонь, где под огнем подразумеваются тончайшие невидимые вибрации, а огонь – есть основа. Итак, первооснова всего есть дух, как высший аспект сознания. Теософия раскрывает семеричность духа и материи, а стало быть, семеричность сознания, объединяющего дух и материю. Без знания семи принципов построения Вселенной и Человека очень трудно обрести правильное понимание феномена жизни, а также взаимосвязи духа и материи. Знание семеричности природы и человека позволяет объяснить существенное отличие сознания всех царств природы на Земле. Здесь в схеме представлены семь принципов сознания и жизни на Земле всех царств природы. Учение живой этики утверждает, цитата, «Закон великий единства жизни соединяет все сущее, что проявлено сознанием разных ступеней духа материи. В учении храма читаем о сознании различных царств природы. У человека низший ум проявляет себя прежде всего через центры мозга, а также через соответствующие центры всех малых, огненных или элементальных жизней, которые одушевляют каждую молекулу и клетку тела. У животных низший ум управляет инстинктами, у растений это стремление вверх к Солнцу, в минералах это импульс к кристаллизации, а во всех других состояниях материи стремление обрести форму, добавим, более совершенную. Человек, как видим из таблицы, наделен по закону рождения всеми принципами или проводниками, связывающими его со всеми подразделениями миров. У животного отсутствует одно звено цепи ум, пятый принцип, у растения нет двух звеньев ума и тела желания, пятого и четвертого принципа. У минерала отсутствует три звена в цепи проводников, необходимых для самосознательного функционирования в физическом мире. Но, правильнее сказать, не отсутствуют, а являются латентными, поскольку при последующем развитии эти младшие собратья эволюции, минералы, растительные животные царства, пройдут все этапы развития сознания, чтобы стать человеком. Так в чем же суть отличия сознания человека от сознания животного? Завоевание эволюции человеческого сознания есть дальнейшее развитие ума, желаний и страстей, присущих и животным. Смотрите схему четвертый столбец, четвертый принцип, кама-манус. До уровня современного интеллекта, а также проявлению продвинутых представителей рода человеческого высшего мануса, чем животные, в силу своей природы обладать не могут. Если ничему не учить ребенка, то он и не разовьется, так как его низший манус останется, как у животного, на том же уровне. Об этом свидетельствуют примеры детей Маугли, которые были скормлены животными. Например, по телевидению были показаны лающая девочка, передвигающаяся на коленях и локтях, поскольку у родителей алкоголиков ее воспитанием занималась собака. А также брошенный мальчик, который до 16 лет не научился говорить, потому что жил в лесу один. Поскольку животное является только сознательным, а не самосознательным, то оно не в состоянии осознавать себя, как свое эго, в качестве субъекта, как сознает его человек. Отличием сознания человека является именно самоосознание, поскольку он может помыслить, я делаю то-то, в то время как у животного имеется я. Но животное его не осознает. Сознание животного проявляется в инстинкте, но это не есть самоосознание. Как сказано Блаватской в инструкции внутренней группе, инстинкт является низшим состоянием сознания. И далее. Человеческое сознание зарождается между камой и манусом, высшим имеется в виду. Это означает, что атрибутом самосознания является активизация в человеке высшего мануса, ибо он есть ментальный дар, делающий с человека разумное и нравственное существо, и отличающие его от простого животного. Итак, у животного нет мануса, высшего, и манада латентно. Его мозг не может реагировать, все потенциальности на месте, но они дремлют, писала Блаватская в инструкции внутренней группе. Это и есть основной ключ, отличающий сознание животного от сознания человека. «Потребовались миллионы лет, чтобы развить проводник, через который эго может функционировать в той степени, что позволяет стать ему самосознательной сущностью, и потому человек считается венцом природы». Кроме того, необходимо сказать также о значении сердца, как местилище духовного сознания в человеке. «Сознание, являющееся лишь животным, состоит из сознания всех клеток тела, за исключением клеток сердца. Сердце есть царь, самый важный орган в теле человека. Точка, сердце, которое умирает последней, есть местилище жизни, центр всего, Брахма. Первая точка, которая живет в эмбрионе, и последняя, которая умирает. Точка эта содержит в себе ум, жизнь, энергию и волю. Сердце есть центр духовного сознания, как мозг, центр интеллектуального. Муки, раскаяния, угрызения совести, они исходят из сердца, не из головы. «Психоинтеллектуальный человек весь в голове, духовный человек в сердце». Это были цитаты. Отсюда важная мысль сокровенного учения о необходимости изучения всего того, что связано с сердцем, понимая сердце широко, как духовный центр всего человеческого бытия. Таким образом, главное отличие сознания человека от животного в том, что в сознании человека появляется новое эволюционное завивание, высший манус, слитый сатма-будхи, высшей триаде. То есть сознание человека озаряется духом. В представлении Тесова дух – это луч, частичка целого. И поскольку целый является всеведущим и бесконечным, то и частичка его должна обладать в какой-то степени этими качествами. В связи с этим указанием напрашивается однозначный вердикт о бессмысленности рассмотрения эволюции человека, принимая во внимание только его физическую форму, не касаясь развития его сознания. К тому же развитие физического тела на данном этапе, а это четвертый большой круг, пятая коренная раса, закончилось. А что по поводу сознания думает современная наука? По-прежнему научная мысль опирается на сравнительные исследования мозга людей и животных. На это уже в прошлые века с юмором отмечали восточные философы, что при такой постановке вопроса самыми умными существами на планете были бы слон и кит. Отсюда бессмысленное изучение и коллекционирование заспиртованных или замороженных мозгов и дающихся деятелей человечества, поскольку сокровенное учение утверждает, что уровень человеческого сознания определяется не количеством мозга, а качеством духовного сознания. К этому сейчас приближается наука, изучая электромагнитные излучения различных состояний сознания. Правда, пока не понимая, что за этим стоит. Большинство ученых исходит из идей Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Анализируя данные исследования останков древнего человека и древних приматов, палеоантропологи представляют эволюцию человека как следствие эволюции животных. Но в теогенезисе продолжение тайной доктрины ясно сказано, владыки мудрости оспаривают мнение тех приверженцев современной науки, которые пытаются доказать, что человек ведет свое происхождение непосредственно от царства животных и приводит множество свидетельств в пользу своего утверждения о божественном происхождении человека. В тайной докрине сказано о происхождении приматов. Цитата. Не существовало человеческих обезьян до человека, и они вымрут, прежде чем разовьется седьмая раса. А также, что эволюция животных, во всяком случае эволюция млекопитающей, следует за эволюцией человека, но не предшествует ей. И это заиметрально противоположно ныне широко принятым теориям эволюции происхождения человека от животного предка. Утверждается также, что человекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, нежели говорящие человеческое существо, и являются позднейшими современниками нашей пятой расы. Тайная доктрина утверждает, что оккультизм не только отвергает мысль, что природа развела человека из обезьяны или же от предка общего обоим, но наоборот относит происхождение некоторых из самых антропоидных видов к людям третьей расы раннего периода Атлантиды. Интересно отметить, что были научные попытки то ли доказать на практике теорию Дарвина, то ли вывести новую породу советского человека. Так или иначе, но в 30-е годы 20-го столетия советским ученым Ивановым проводились в Сухумском заповеднике попытки скрещивания добровольно участвующих в эксперименте женщин с самцами и обезьян. Но от этих союзов ничего не произошло. Хотя данные опытов засекречены до сих пор, а история экспериментов обросла легендами и анекдотами, но результатов, конечно, и не могло быть. Подобное кровосмешение уже имело место в тупиковые ветви в эволюции человека, когда появились предки современных приматов. Согладно сокровенному учению, мужские особи человека, принадлежащие к расе узкоголовых, то есть не имеющих искр сознания, сочетались бессознательно с самками животных. Вот как об этом трактует древняя станция, приведенная в тайной доктрине. Цитата. И те, кто не имели искры, сочетались с огромными самками животных. Они породили от них немые расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык их потомства, то есть предшественников современных приматов, остался неподвижен. Они породили чудовищ, расу садбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Немую расу, чтобы не выдало сраму. И еще цитата. Именно тогда цари и владыки последних рас, третий и четвертый, наложили печать запрета на греховное совокупление. Они, божественные цари, поразили согрешивших бесплодием. Цитата закрыта. Появление обезьян поистине драматической страницы в истории развития человечества. В том числе и потому, что факт их существования был использован как подтверждение дарвинистской гипотезы о происхождении человека от обезьяны. Что до сегодняшних дней господствует науке. В то время как тайная доктрина ясно говорит о том, что наоборот предок настоящего тромпоидного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, еще не обладавшего разумом, который осквернил свое человеческое достоинство, опустившись физически до уровня животного. В тайной доктрине утверждается также, что раса полуживотных, полуледей, порожденная в результате греха разума лишенных, была полностью уничтожена. Таким образом, не человек произошел от обезьяны, а наоборот обезьяна от человека. И след на учении о недостающем звене полностью несостоятельно. Тогда нет смысла искать переходные формы от обезьяна к человеку, поскольку они, как говорил Блаватское в тайной доктрине, никогда и не будут найдены, просто потому, что они разыскиваются на объективном плане, а не в материальной мере форм, тогда как оно надежно сокрыто от микроскопа и ланцетта внутри животного святилища самого человека, то есть тела. Все вещи имели свое начало в духе, эволюция первоначально началась сверху, исследовала по нисходящей дуге, а не наоборот, как это преподается теорией Дарвина. Другими словами, происходила постепенная материализация форм до тех пор, пока, наконец, конечное унижение, имеется в виду окончательное погружение духа в материю, чему соответствует самая низшая точка на витке эволюции, была достигнута. Это и есть точка, которой доктрина современной эволюции, то есть дарвинистская, вступает в область спекулятивных гипотез. Эта поворотная точка была пройдена человечеством в конце XIX века. А именно нам предстоит осуществлять переходное состояние утончения своего сознания путем одухотворения всех центров и проводников, когда мы сможем обрести божественное сознание на новом витке эволюции. В витке Елены Ивановны Рырих отмечено, цитата, «Человеческое строение закончило свое развитие в четвертой расе, и теперь строение это может лишь утончаться в сущности, но не изменяться в строении. То есть материя становится все менее грубой, а духовное сознание все более интенсивным». Следовательно, как писала Елена Петровна, «Дух следует по параллельной линии материи, и духовная эволюция совершается рука об руку с физической эволюцией». Интересно отметить, что антропогенезис, второй том тайны доктрины и антропология Дарвина появились с разницей в 30 лет. Однако именно дарвинизм одержал победу в сознании ученых, и причина этого в том, что мысль ученых не смогла подняться выше понимания физической природы человека. К сожалению, за почти полтора века мало что изменилось, и дарвинизмская мысль по-прежнему господствует в мире. Кстати, в 2007 году был прецедент по борьбе с дарвинизмом. Школьница Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к системе школьного образования, насаждающей идеей происхождения человека от обезьяны в противовес божественному его происхождению. Как говорится, устами младеца глаголит истина. Но когда же ученые мужи вступятся за эту великую истину? Хочется добавить также в результате научных изысканий последних десятилетий в генной инженерии, где появилась теория внутренней эволюции человека, которая дала возможность проследить мутации игрок хромосомы мужского населения Земли. Что особенно отрадно для меня, так это то, что по результатам этой теории однозначно не найдено подобный игрок хромосомы у обезьян, что наносит реальный удар по дарвинизму. Правда, почему-то это произошло совсем незамеченным. Наука не спешит расстаться с ложными идеями. Подводя черту под описанием принципов или центров сознания человека, можно сказать о человеке словами Елены Петровны. Он высочайший продукт эволюции и потому содержит в себе центры, соответствующие абсолютно всем центрам силы во Вселенной. И, следовательно, в нем заключено столько силовых центров, сколько их содержится во всем огромном мире, как вне, так и внутри него. Это относится ко всем людям Земли, от самых примитивных до самых развитых, а также и на других планетах, схожих с нами по своей природе. Поэтому, познавая себя, человек познает Вселенную как проявление Бога. Следует также отметить, что только обладая знанием смиричности природы человека, можно объяснить такие феномены сознания, как гениальность и сумасшедствие, медиумизм, гипноз, передача мыслей на расстояние, сообщения с тонкими планами и многое другое. Дальнейшая эволюция человека заключается именно в совершенствовании высших центров сознания, то есть в его одухотворении. Еще в конце XIX века Елена Петровна Блаватская с горечью писала, и через сто лет с лишним мы за ней можем это повторить. Мы повсюду искали хоть какое-нибудь научное подтверждение существования Духа, поскольку именно Дух и только Он в своем семеричном аспекте являются причиной сознания и мышления, как учит эзотерическая философия, но в результате обнаружили, что и физическая, и психическая науки категорически отрицают данный факт. Зададимся вопросом, каким образом человеку был передан божественный дар высшего сознания. Имеется свидетельство и в Севе о встрече Сократа с индийским мудрецом, где они обменялись мнениями по вопросу, какова цель философии. Сократ определил исследование феномена человека, а индиец при этом расхохотался, как может человек исследовать феномен человека, когда не имеет понятия о феноменах божественных. В этих ответах коренится разный подход философии Запада и Востока к изучению природы сознания человека. Можно утверждать, что все, что касается высших планов сознания человека, непосредственно связано с проявлением божественных феноменов, то есть божественного сознания, что выражается высшим маносом. Каким образом неразумному человеку был дан свет разума высшего манос, может помочь метафора о зажигании многих свечей от одной, приведенной Джаджем, учеником Блаватской. Неразумные люди, имеющие только четыре низших принципа, подобны незажженным свечам, которые не могут самовозгореться. Сыны мудрости, старшие братья каждой человеческой расы на любой планете обладают светом разума, полученный ими от других в далеком прошлом, которые те, в свою очередь, получили от других в еще более отдаленном прошлом. И этот процесс нескончаем. Таким образом, осветив разумом четверицу низших принципов человека и его монаду, они подготовили еще одну великую расу людей к окончательному посвящению. Таким образом, мост между богами и людьми есть манос, высший манос. Архаические манускрипты содержат все подробности, раскрывающие, что сотворение Вселенной и человека в начале времен не было однократным актом. Вместо этого было три отдельных и отличных друг от друга акта творения, соответствующие, как свидетельствует всем веро-веро-религии, духу, разуму и форме. Хотя современная человеческая раса владеет разумом и формой, при этом она наделена лишь зерном духа. Различие между аватарами или учителями человечества и остальной его частью состоит в том, что аватар – это плод духа, тогда как человек в данное время лишь плод разума и формы. Но человечество крайне неоднородно по степени развития сознания. На Земле живут люди, которых смело можно назвать человеческими животными, как образно это называл Будда. В то же время высокие духи, адепты, также могут воплощаться на этой столь несовершенной планете, как прекрасно демонстрирует сериал, показываемый сейчас «Сита и Рама». Их миссия и состоит в поднятии общего уровня сознания всего человечества. Между этими полюсами человеческого сознания существует широкий класс массового сознания человечества Земли. Еще раз подчеркнем, самосознание есть свойство разума, но не души. Анима, откуда произошло само наименование животного. Человечество не обладало самосознанием вплоть до прихода Мнасапутра в третьей расе, писала Блаватская. В учении Храма сказано, Мнасапутра – это ангела, сошедшая с небес, то есть духи, спустившиеся с высоты совершенного состояния, чтобы воплотиться в неразумном человечестве третьей коренной расы, и таким образом поднять ее из животного состояния в человеческое. Нисхождение этих сыновей, ангелов, воплощение… Друзья, еще так сказать, очень много что хочется сказать. А, хорошо. Значит, вот нисхождение этих сыновей, ангелов, о котором учат… Это не то падение ангелов, о котором учат ортодоксальные религии. Это план беспредельного, ибо их жертвы в никакое сравнение не было возможно. Благодаря этой жертве сознание человека будет расти, переходя с земли на другие планеты и звезды. Именно нисхождением или воплощением богов древняя мудрость объясняла различия в умственных способностях их представителей человечества, что пока мало доступно пониманию ученых-материалистов, изучающих человека без знаний о культизме. В тайной докрине сказано, теперь мы подошли к важному пункту, что касается до двоякой эволюции человеческой расы. Сыны мудрости или же духовные тхиани стали разумными через свое соприкасание с материей, потому что они уже достигли в течение прежних циклов воплощения той степени разумности, которая позволила им стать независимыми и самосознательными сущностями на этом плане и манере. Они вновь родились лишь в силу кармических следствий. Они вошли в тех, которые были готовы. То есть человеческие формы наиболее развитые, которые на этом этапе обладали фактически животной формой, но наиболее готовы принять свет сознания. И сделали вышеупомянутыми архатами или мудрецами. Они были существа, стремившиеся стать еще более сознательными путем сочетания с более развитой материей. Естество их было слишком чисто, чтобы быть отличным от вселенского естества. Но их эго или манас, ибо их называют манасапутра... Ну, ладно, друзья. Кому это интересно, можете со мной потом пообщаться еще в перерыве. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Анатольевна.